Мы сегодня еще раз поговорим про использование фотографий в работе редакции. Попробую более подробно рассказать, какие фотографии можно брать. Может быть, помогу с фотобанками вам, расскажу, какие фотобанки еще работают, бесплатные, условно-бесплатные. По факту вы можете использовать легально, без боязни нарваться на иски, только фотографии, созданные вашими фотографами, либо фотографии, взятые из фотобанков, на которые у вас есть подписка, либо, в общем-то, все, наверное. За последние два года компаниями «Восьмая заповедь» и «Вакомедия» подано более 1600 исков на общую сумму больше 200 миллионов рублей в стране. То есть оцените вообще масштаб. Причем это растет с каждым годом. Если за 2020 год они подавали условно 500 исков, следующий год это уже было 700 исков, и за полгода 2022 года они подали уже больше исков, чем за весь предыдущий год. Что можно сделать, чтобы себя хоть как-то обезопасить? Подробно про фотографов рассказывать не буду. Мне кажется, Диляра все обговорила с вами, что нужно заключать с ними трудовые договоры, и по возможности как-то ваши отношения закреплять. Хочу поговорить про фотобанки. Но здесь для понимания после 24 февраля немножко картина мира поменялась, и это коснулось в том числе и фотобанков. Я сама как издатель долгое время работала с несколькими бесплатными фотобанками. Был фотобанк pexels.com, был фотобанк Pixabay, был фотобанк Deposit Photos, который давал бесплатную подписку в обмен на продвижение. То есть вы обязывались просто указывать их исходники, и они давали бесплатную возможность пользоваться фотографиями. Депозит Photos, украинский фотобанк, 24 февраля отрубил в одностороннем порядке все российские подписки. Спустя пару месяцев ушли pexels, pixabay. То есть этих фотобанков тоже не стало бесплатных. Сейчас остались буквально несколько бесплатных фотобанков. Это splash.com. Если кому интересно, я потом свои контакты оставлю, могу прямо вот написать, чем можно пользоваться. Splash.com он называется, фотобанк. Но смотрите, какой есть нюанс с этими фотобанками. Они в основном все неотечественные. То есть бесплатных отечественных фотобанков, насколько я знаю, нет. Они западные или там прозападные, или украинские. По факту вы не защищены ничем. Да, у них стоит открытая лицензия. Вы имеете право брать эти фотографии, сохраняя подпись авторства. Но если к вам придет судиться фотограф, вы не сможете, скорее всего, доказать, что эта фотография взята с бесплатного фотобанка. Вот мы до этого уже говорили, что нужно делать по логике скрины каждой снятой фотографии. Сохранять в архив себе на компьютер каждую скачанную фотографию – это невозможно. Ну, например, у нас в день выходит больше ста материалов. В каждом материале минимум по одной, а то по две картинки. Вот умножьте это на количество дней даже в месяц и поймете, что это невозможно. Остались крупные платные фотобанки. Мы, например, пользуемся долгое время фотобанком Global Look Press. Он раньше назывался, по-моему, Russian Look. Ну, там у них масса наименований. В 2014 году подписка на него стоила 10 тысяч рублей в месяц. Сейчас мы за него платим 45 тысяч рублей в месяц. Остались фотобанки крупных СМИ. На самом деле это фотобанк, который идеально подходит для всех издателей. Там прекрасный контент как новостной, так и более долгоиграющий. Там есть официальные лица, условные Путины. Не знаю, есть шоу-бизнес Пугачева. Но последний раз, когда я разговаривала с ТАСом, это было в мае этого года. Они в очередной раз подняли цены на свои подписки. И стоит сейчас одна фотография, одна. Вот 150 рублей за штуку. При этом они ограничивают возможность дальнейшего использования этой фото. То есть если вы ее у них купили, вы повторно ее использовать не можете. Вам надо ее еще раз купить у них. Если вы эти фотографии хотите использовать в соцсетях, они просят надбавку 20% к стоимости договора за использование. Мы сидели долгое время на ТАСе. У нас подписка стоила 45 тысяч в месяц. Но сейчас мы понимаем, что они еще раз подняли ценник и платить по 60-80 тысяч за одну подписку. Но это за грани вообще добра и зла. Можно использовать из официальных источников сайт Кремля. Это, наверное, то, что относительно на данный момент сейчас безопасно. Формально можно использовать ваши региональные администрации и брать оттуда фотографии губернаторов. То есть это тоже, наверное, то, что более-менее как-то безопасно. Не берите с региональных администраций картинки, которые они ставят просто под новость. Потому что, как показывает практика, в 90% случаев пресс-служба администрации и Краевой эту фотографию воруют в Яндексе или в Гугле. Не знаю, коллеги из Курска есть, нет, здесь сейчас. Вот слышали эту прекрасную историю. Мы на днях, что пришли к курским СМИ буквально неделю назад, которые скачали фотографию Краевого СК, Следственного комитета. Также была фотография под каким-то постом. Все подумали, что это же официальный источник, правильно, Следственный комитет. Эту фотографию взяли. Следственный комитет эту фотографию успер, простите, откуда-то из интернета. И была просто массовая подача исков буквально на прошлой неделе к очень многим СМИ Курской области как раз по поводу этой фотографии. Поэтому забудьте про МВД, нас раньше учили, 10 лет назад, что можно брать фотографии с официальных источников. Это было МВД, это был Следственный комитет, это были администрации, департаменты. Забудьте. Все воруют, они сами воруют пресс-службы. Вы потом берете у них, к вам приходят с этими фотографиями, с исками. Поэтому прям вот очень-очень-очень аккуратно. Можно использовать фотографии из Википедии, но смотрите, чтобы стояла у них открытая лицензия внизу. То есть вообще вот обращайте внимание, вот эта открытая лицензия позволяет вам использование этих фотографий. То есть условно это Кремль и Википедия частично, из того, что осталось. Ну и пару, там тройку бесплатных фотобанков, но очень аккуратно. Были неплохие западные фотобанки до недавнего времени, типа Шаттерстока, на которые более-менее была подъемная подписка. Но, во-первых, сейчас у них оплата картами, которые, как всем известно, у нас заблокированы сейчас. Вот эта вот оплата. Ну и есть большое подозрение, что в ближайшие полгода-год их тоже у нас не будет. Поэтому так. Что мы сделали? Вот расскажу в двух словах. Мы, на самом деле, начали думать о создании фотобанка в Союзе журналистов задолго до февральских событий, потому что все практически работают в издательском бизнесе и понимают, какая огромная проблема сейчас связанная с фотографиями, что их просто неоткуда взять. А статья без картинки – это не статья. Она хуже индексируется поисковиками, ну и не будут ее читать, скорее всего. Поэтому мы, мне кажется, где-то год назад подумали о том, что надо создать какой-то свой региональный недорогой фотобанк, где будет преимущественно региональный контент, то есть контент, подходящий редакциям. В чем еще была проблема с зарубежными фотобанками? Вы берете фотографию ДТП, а ДТП произошло в австрийском городе. Ну то есть да, конечно, прокатывает, но не очень красиво, когда наши отечественные события иллюстрируются западными картинками. То есть это прям действительно была большая проблема. Поэтому мы подумали о том, что надо бы договориться с региональными фотографами, которые загрузят в фотобанк свой региональный контент, и мы будем им пользоваться. На что делали акценты? Ну здесь я уже все рассказывала, что выходов мало, либо фотограф в штате, либо подписка на фотобанк. Проблема в том, что большинство существующих фотобанков не несут ответственности за фотографии, которые вы у них скачали. В качестве иллюстрации, вот расскажу пример, у нас есть подписка, как я говорила, на Global Look Press. Мы сейчас за нее платим 45 тысяч рублей в месяц. И буквально год, наверное, назад мы проиграли суд по фотографии, взятой из этого фотобанка. То есть что происходит? Фотограф этому фотобанку, не знаю, на каких условиях, продает фотографию или откуда-то они также ее взяли. А потом он приходит судиться, сначала идет к фотобанку, говорит, ребят, это моя фотография, я вам не давал разрешение на ее использование, удалите. Фотобанк молча, в одностороннем порядке, эту фотографию удаляет. То есть понимаете, да, она пропадает из фотобанка. И фотограф с спокойной совестью идет к СМИ, которые взяли эту фотографию из фотобанка, и идет судиться. Мы проиграли, по-моему, 20 тысяч по одному изданию, там тоже тысяч 40 по другому, вот как раз по такой фотографии, взятой из фотобанка, за которую мы заплатили деньги. Понимаете, прекрасно, да? Два раза мы заплатили. Один раз фотобанку, другой раз напрямую фотографу. Поэтому вот мы, когда делали фотобанк под эгидой Союза журналистов, мы как раз думали о том, что нужно обезопасить максимально, прежде всего, редакции. То есть чтобы они были защищены, чтобы таких историй не повторялось. Поэтому мы заключаем договоры с фотографами очень тщательно, актом принимаем у них все фотографии, которые они нам продают, обязательно платим им безналичным расчетом, чтобы это все подтверждалось банком, деньги, и они нам передают исключительные права на свои фотографии, и дальше мы их можем использовать, соответственно, по своему усмотрению. Делали стоимость подписки от 3900 рублей в месяц, но при этом, естественно, там гибкая достаточно у нас и тарифы. Если вы подписываетесь на полгода, это еще дешевле, если на год, то еще дешевле может быть. Можно договариваться, можно общаться на эту тему. Тоже тарифы. Сфотографируйте контакты. К сожалению, вот визиток не взяла я с собой. И кто подписан на чат, там тоже будут все контакты. А можно попросить вывести сайт? Я покажу вам сейчас, как он выглядит. Но сразу хочу сказать, что только у нас он создается, вернее, только наполняется. Окликните вот на специальную операцию. Делали какие-то фотографии, покупали с украинской спецоперации. Ну, можно любую фотографию выбрать, посмотреть. Не очень хорошо видно, но тем не менее. Три тысячи девятьсот в месяц. Ну, мы делали подписку от пятидесяти фотографий, но на самом деле могу сказать, что идем в большинстве случаев навстречу регионам, потому что понимаем, что неподъемно все это, либо увеличиваем количество фотографий, то есть даем там не пятьдесят, а сто пятьдесят, либо делаем большую скидку на годовую подписку, например. У нас сейчас подписана вся Тульская область, вот у них 25 интернет-СМИ и 25 печатных изданий, то есть там всего 52, по-моему, изданий, вот они полностью купили пакет, ну, с очень хорошей скидкой, прям на год. А вот скажите, пожалуйста, вы говорите, вся Тульская область подписана, то есть это управление СМИ с вами заключило договор, получается? Спасибо. Ну, вот так вот мы делали на год, то есть 42 тысячи годовая, но говорю еще раз, что это базовые тарифы вот без скидок. Ну, это поштучно получается. В два раза дешевле. Бесплатно отдавать совсем у нас их не получилось, просто по той простой причине, потому что мы все равно заключаем договоры с фотографами. Еще, кстати, предложение для региональных изданий, которые хотят с нами посотрудничать, как фотографы. То есть тоже мы с удовольствием договоримся с фотографами, которые хотят там подзаработать, да, и загружать фотографии в этот фотобанк, тоже на каких-то комфортных условиях. Очень интересно, да, вот то, что вы говорите. Ну, вот по ценам всегда мы с фотобанками тоже, когда начинаем, да, ну, скажем так, узнавать, как вот работать, как за это платить. То, что вы говорите, например, там 45 тысяч рублей для регионального издания, по большей части, да, не для всех, но для очень многих, я уверен, ну, достаточно серьезная, ощутимая сумма, да. На год? На год? Ну, у вас же в месяц 13 тысяч. Соответственно, на год это 150, правильно? Ну, максимум. Ну, я говорю, если выходит там не 5 новостей, а 50. Ну, смотрите, мы начинали тарифы с того, что мы делали их для совсем небольших региональных изданий, у которых прямо огромные проблемы. То есть потому что мы посмотрели, что в основном все крупные там, например, франшизы условные, АИФ или там МК, они все пользуются федеральными фотобанками своих изданий непосредственно. Проблема возникает у небольших региональных изданий. Мы делали эти тарифы для них. Если у вас выходит больше новостей, ну, мы готовы это все обсуждать, как-то договариваться. Потом смотрите, еще в чем история. Вы эту фотографию можете скачать и пользоваться ей в дальнейшем, не покупая ее второй раз. То есть, условно, вы за месяц скачиваете себе 200 фотографий, они у вас остаются для дальнейшего использования. В следующий месяц вы скачали еще 200, их уже 400 у вас, понимаете, да? Да, вот это важное уточнение, спасибо за него. То есть это понятно, что не за один раз, вот, скажем так, оплата, а получается в долгую, то есть один раз фотографию заплатил, и ей пользуешься. Но это вот очень важное значение в части понимания тарифов, например. Ну, вот для меня, да? Я думаю, что для коллег тоже. Плюс мы разрешаем использовать эти фотографии без ограничений в социальных сетях, в YouTube, например. Вот мы подписываемся сейчас с рядом телеканалов, которые пользуются нашими фотографиями. Они их используют во всех своих соцсетях, включая YouTube канал и так далее. То есть без ограничений, в отличие от остальных. Спасибо. Вопрос. Вот если у одного юридического лица, вот, например, несколько журналов, 16 журналов, она заключает с вами договор. Как быть? На одно юрлицо. На одно юрлицо. И список журналов просто прописываем. Да, там нужно прописать. Конечно. Неважно, сколько фотографий, в какой журнал идут. Вообще-вообще не принципиально. По 200 фотографий. Просто указать, что именно в этих будет... Если вы издателем являетесь, да, заключается с издателем договора. Ну, а тогда, если нужно больше, тоже индивидуально уже. Абсолютно. Все очень гибко. То есть, поскольку фотобанк молодой, мы понимаем потребность, все будет очень варьироваться. Это прям вот очень базовая такая история, которую мы делали в начале этого проекта на заре. И какие-то прописали для себя, для понимания тарифы. Но, естественно, что мы с каждым СМИ договариваемся и совершенно другое количество фотографий. Понял. А у нас есть 14 СМИ на языках выходят в Дагестане, на разных языках. Вот для нас это, конечно, по 156 тысяч скинуться, это очень тяжело. Как нам договориться между собой, если мы разные юридические лица? Тоже индивидуально как-то надо подойти, да? Ну, тоже индивидуально все, конечно. Когда можно будет обсуждать? Конечно, договоримся. Контакты записывайте, можем пообщаться после мероприятия. Понял. Спасибо. Мы детально с каждым отдельно договариваемся. У кого какие финансовые возможности. Да, департаменты, например, там сразу нам платят, потому что им так проще у них, условно, казначейство платит. Если это какое-то региональное СМИ, раз в месяц, раз в три месяца, авансом, кто-то у кого-то постоплата. Ну, то есть какие у вас разделы? Есть ли вот такие вкусные фотографии? А покажите нам, пожалуйста, разделы. Ну, еще мы собираем, что тоже мне кажется очень важно. Ну, вот разделов много. Они пока все наполняют. Сразу хочу сказать, а кликните нам на еду, например. Вот так вот. Мы собираем очень, поскольку проект молодой, собираем активно обратную связь. То есть условно практически каждый наш клиент, они нам звонят и говорят, ребят, не хватает нам фотографий, не знаю, автомобилей. Сделайте, пожалуйста. Есть у нас несколько региональных фотографов, прям в штате, с которыми вот работаем. Например, сейчас призыв начался, мы сразу поставили задачу нам пофотографировать там военные билеты, военкоматы, солдат, ну, какую-то, да, вот около тематику. И будем стараться прям вот очень активно в новости подпадать, потому что сама как издатель понимаю, насколько актуален вот такой контент. Здравствуйте. Если мы подписаны на вас, и кто-то с наших соцсетей, например, или с сайта возьмет фотографию, ну, то есть она как бы ваша, считается, что будет? Мы ответственность кто несет? Тот, кто взял? Тот, кто взял, несет ответственность. Мы на самом деле тоже сейчас думаем о том, что надо отследить. У нас есть подписка, например, у АИФ Урала. С АИФа никого нету? У АИФ Урала есть подписка на наш фотобанк. Мы иногда посматриваем, или там фотографы наши посматривают, да, кто использует вот их фотографии. И я открываю в какой-то момент сайт и вижу, что нашу фотографию взял АИФ Новосибирск. Я звоню в АИФ Урал, говорю, ребята, у вас с ними договор какой-то. Ну, то есть почему? Они говорят, вообще первый раз слышу, мы их глаза не видели, никогда не знали. Ну, вот как все делают, да, открыли интересную новость, скопирую-ка я не только новость, но и заодно и фотографию к ней. Так они еще нашим фотобанком подписали, и нашим автором подписали фотографам. И мы вот уже с Дилярой разговаривали, говорю, что надо, наверное, мы будем, ну, не иск, конечно, пока подавать, но хотя бы интеллигентно напишем, что, ребята, ну, это не очень прилично вот так вот делать. Вы просто украли чужую фотографию, подписали ее нашим фотобанком, не заплатив фотобанку ни копейки, да, и вот так вот. Но АИФ Урал ни при чем. Я понимаю. То есть те паблики, с которыми мы, например, сотрудничаем, они часто делают репост с наших соцсетей, а мы тоже должны их предупредить о том, что, если что, ответственность она не будет... Кто делает репост? Ну, другие паблики, например, в Телеграм-канале, да, с которым местные, местные, да. А местные группы в курсе, что запрещено использовать чужие фотографии без разрешения? Да, ну, нет, конечно. Мы это не контролируем. То есть мы не можем контролировать. А к вам претензий нет? Мы контролируем, ну, иногда, чтобы они хотя бы ссылались на нас, что это там вот такое-то издание, вот такую-то новость делало. А что происходит с фотографией, то есть мы, ну, не очень понимаем. Но это, может быть, для вас, кстати, информация. Это очень хороший вопрос был задан. Вы знаете, я хочу сказать, что сейчас растет число исков по пабликам. То есть это вот тренд буквально последних, ну, может быть, полугода. Вот рассказывал Дмитрий Саифурала. У них последний иск прилетел как раз по фотографии из паблика. Как ее ищут, я, честно говоря, пока не очень понимаю. Она не индексирует. Вы имеете в виду, что они взяли из паблика, и им прилетело? Нет, паблик взял у них, или там условно. А, они взяли чужую фотографию к себе в паблик. По-моему, во ВКонтакте, сейчас уже не помню точно. И к ним пришли с иском по этой фотографии, размещенной ВКонтакте. Значит, какие-то механизмы мониторинга этих фотографий уже появляются. Если можно, простите, от меня вопросов много, но, может быть, вы в курсе? А вот размещает паблик у себя фотографию. Ну, вы юридически, может быть, больше подкованы, да? Даже уверен, что больше. Паблик размещает у себя фотографию. Подслушанная в Тюмени, да? Что-то там произошло, пожар. СМИ берет эту фотографию со ссылкой на этот паблик. Запрещено. А автор может? Запрещено. Так ссылка же есть. Автор не указан. Мы как это можем от... Еще раз. С самого начала. Чужие фотографии брать запрещено. Точка. А ссылка... Запрещено. Ссылка в целых информирования. Запрещено. Неважно, в каких целях. Запрещено. Это чужие авторские права. Вы должны получить разрешение письменное на использование этой фотографии у себя в СМИ. Если у вас этого разрешения нет, вы заведомо в проигрышной позиции. В суде вы проиграете по этой фотографии. Диляра говорит про это, да, что есть понятие цитируемое, есть понятие используемое в информационных целях. Но все равно суд проигрывает. Судебная практика показывает, что все равно проигрывают СМИ. Почему мы обсуждаем очень острая проблема сейчас с пресс-службами? Фотографии пресс-служб берут все. Я всегда по умолчанию считала, что это же пресс-служба, это же официальный источник, почему мы не можем брать? Формально, вот если формально разобраться, запрещено. Без согласия автора фотографии. А ссылка ничем вас не защищает. Чем она вас защищает? Вы ее не купили, эту фотографию. У вас нет разрешения ее использовать. Фотограф уволился из правительства и пришел ко всем СМИ. Здравствуйте, я фотограф. Да. У нас была такая ситуация... За каждую фотографию, вот там так и так. Да. Два года, по-моему, два года назад. Мы московское издание, и, естественно, многие какие-то вещи пишем про Москву. В Москве есть департамент строительства, официальное ведомство, входящее в состав московского правительства со своим сайтом, со своей пресс-службой. Они ездят со своим фотографом по мероприятиям своим, фотографируют, и всем СМИ говорят, что, ребят, вот фотографии официальные, сделанные нашей пресс-службой, пожалуйста, используйте. Все используют. Была фотография какого-то московского торгового центра, который только открылся, это, кажется, 2012-2013 год. А в 2019-2020 к нам приходит фотограф и говорит, здравствуйте, с вас 60 тысяч рублей вот за эту фотографию, это моя фотография. Я ее использовал, я ее сделал, я никому ее не продавал, я право не давал использовать. Мы в шоке, звоним в департамент. У меня были там знакомые в пресс-службе непосредственно. Я говорю, ребята, как так-то получилось? Это же вот фотография у вас на сайте была взята, все официально. Они говорят, вы знаете, у нас за 10 лет поменялось такое количество сотрудников в пресс-службе, что мы даже не можем вспомнить сейчас, кто сделал эту фотографию. Но даже если мы вспомним, мы вам гарантируем, что договора с этим фотографом у нас нет. Потому что мы ему дали 5 тысяч рублей, попросили приехать и пофотографировать вот этот строящийся пресс-тар, торговый центр. Он нам приехал, все пофотографировал, 5 тысяч рублей наличными получил, отношения никак не оформлены, и нам отгрузил исходники этих фотографий, условно говоря. А теперь у него, не знаю, что там, поругался он с кем-то или проблемы у него финансовые. Он собрал со всех московских изданий за эту фотографию, ну то есть я не знаю, сколько там было исков, там, наверное, под 200 штук было по одной фотографии. Все. Ну это его фотография, понимаете? Он ее опубликовал миллиард лет назад где-то там у себя в ЖЖ на какой-то своей страничке закрытой. Опубликовал раньше, чем опубликовала пресс-служба. Ну то есть, кто первый, да, условно опубликовал в интернете, тоже может иметь право, как это, право первой ночи. По факту тоже его. Все. Доказать, что эта пресс-служба у него купила, невозможно, потому что она купила ее в черную, понимаете, да? Мы же не знаем, там, у них договора какие, у них прописано, там, они передают эти исключительные права или не передают. Мы берем с правительства, но мы не указываем, что Иван Иванов фотограф, мы указываем, что источник пресс-центра правительства. Я понимаю. А Иван Иванов потом уволится и придет к нам и скажет. Может. Здравствуйте. Во-первых, есть разное авторство. Есть права, которые не продаются, да, это вот непосредственно его право называться автором. Он автором остается, даже если он эту фотографию продал. Это не имущественное право, оно у него остается. Это одно. Пресс-служба правительства, там, пресс-центр, должен был оформить должным образом с ним отношения. Так мы же это не знаем. Мы как поймем? А вот я к этому и веду, что по факту формально, если следовать вот сейчас текущим нашим законам, которые написаны, брать ничего нельзя. Понимаете? Ничего брать нельзя. Вот если совсем прям вот работать совсем-совсем по закону, ничего брать нельзя, потому что по любой абсолютно фотографии к вам могут прийти с иском. Ну, конечно, никто так не делает. Все берут эти там и фотографии пресс-службы, и правительства, и всего остального. Но если разбираться совсем по закону, нельзя этого делать. Либо подписывать с ними бумагу какую-то за подписью, да, что о том мы гарантируем, что эти фотографии наши, и в случае чего мы готовы нести там моральную, материальную ответственность. Либо так. Ну вот смотрите, тогда могут и впоследствии те фотографы, с которыми вы заключаете на сегодняшний момент договор и размещаете фотографии в вашем фотобанке. Мы с вами заключаем тоже договор, пользуемся этими фотографиями. Потом фотографу вожжа под хвост попало, он расторг с вами взаимоотношения. Вот. И мы тоже потом можем попасть. Он нам может предъявить. У нас есть с ним договор, в котором прописано. Мы ему заплатили в белую, по безналу, перевели платежным, поручением на его расчетный счет. Он нам передал по акту все свои фотографии. То есть мы прям распечатаем вот такую стопку бумаг, на которой, там на 20 страницах, все фотографии, их иконки, перечисленные, с их названиями, что он нам их передал. У нас лежат на отдельном диске исходники этих фотографий. Ну то есть если к вам приходит, вы просто переадресуете. У нас в договорах, кстати, тоже мы прописываем отдельно с издателями, что всю ответственность мы берем на себя в случае возникновения претензий. То есть какая-то гарантия все-таки есть. Ну а понимаем, что по-другому никак. Потому что все вот издатели, сколько я в Союзе работаю, сколько я издаю издания, уже, не знаю, там года с 2014, наверное, и вот эти проблемы, они никуда не деваются, они только копятся. Вот у меня такой же был вопрос, коллега опередила. Вы нам с фотографией вместе что передаете, помимо того, что договор заключаете? Я же могу сказать, другая фотография от вас пришла. Что-то будет? В системе есть, во-первых, акт, о всех выгруженных вами фотографиях купленных. А, вот самое важное. Если вам нужно, мы можем каждый месяц этот акт распечатывать и подписывать. Да, и подписывать. Да, шикарно. Спасибо. Вопросы еще, коллеги, может, по другим фотобанкам, еще по, не знаю, по пресс-службам, почему. Или все, мне кажется, сегодня уже все, что можно, обсудили по фотографиям. А скажите, пожалуйста. Можно вопрос? Вот, к примеру, мы объявляем конкурс там, среди детей. Допустим, первоклассник. Нам присылают родители фотографии. И зачастую так бывает, что фотографии присылают тех фотографов, которые профессионалы. Например, ателье у них какое-то фото или еще что-то. Вот если, допустим, по умолчанию мы понимаем, что это фото из семейного архива. Первый вопрос. Мы должны ли подписывать, что фото из семейного архива? Второй. Придет ли этот фотограф к нам с иском, скажет, это моя фотография, я не давал никому согласия, чтобы вы вот мой профессиональный снимок публиковали? Здесь история следующая. Если они эту съемку заказывали. Ну, когда-то, возможно, и заказывали. Ну, естественно, без договора. Но кто заказывает съемку с договором, вы же понимаете прекрасно. Но я думаю, что перепиской какой-то, если она осталась, фотограф присылает исходники всегда, да, в обязательном порядке, заказчику. Перепиской это доказать можно, что эти фотографии им принадлежат им. Они заказывают эту съемку, то есть изначально как бы они выкупают все права на эти фотографии. Они же согласили ему, получается. В принципе, получается, что вы тоже с их согласием можете использовать. Но еще аккуратнее с детьми, там еще обязательно нужно согласие родителей, вы это имеете в виду. То есть фотографии детей вообще брать нельзя без согласия родителей. Ну, конечно, они же сами их и присылают, и сами соглашаются. Но я думаю, что вот с такими фотографиями, которые... То есть, понимаете, когда фотограф работает, снимая кого-то, да, моделей, это не в его интересах идти потом с этими моделями судиться. Ну, то есть, это репутационная история, к нему никто фотографироваться просто не понимает, зачем ему это надо. Ну, выручит он там 200, 300, там, 400 тысяч по искам, но на этом его карьера как фотографа будет закончена. Все-таки у них цель в основном всегда привлечь новых клиентов именно с точки зрения, которых он фотографировать будет. Мы говорим про поточных, таких про фотографов, которые работают с пресс-службами, с пресс-центрами, со СМИ даже во многих. Там поругался он со своим издателем и все, и пошел собирать с него деньги за все 10 лет работы у него. Еще раз, да, есть имущественные права, есть неимущественные. Имущественные те, которые покупаются. Вещь. То есть, вы покупаете право использования этой фотографии у себя, вы можете ее там перепродать, если вы купили исключительные права, вы можете ее кому-то подарить, продать, обменять. Все, что угодно. А есть неимущественное право, право авторства. То есть, все равно вы должны подписывать, что это там. Автор может предъявить, скажем так, моральную компенсацию, потребовать, да, о том, что его автор не указали, авторство. Конечно, лучше автора подписывать, если есть такая возможность. А вот если мы не знаем, конечно же, автора мы не можем знать, тогда писать фото из личного архива. Ну, писать фото из личного архива, я не думаю, честно, что будут вот как раз по поводу таких фотографий претензий, потому что это коммерческая съемка, да, она была изначально коммерческой. И пока я не видела исков по поводу защиты вот авторских прав, потому что еще раз скажу, что они не имущественные, эти права. Он может потребовать просто моральную компенсацию за то, что он не указан как автор в этой публикации. Пока такого нет. Но вот наблюдая за тем, что происходит, за восьмой заповедью, за ВК-медией, за всем остальным, я не исключаю, что мы придем и к этому. Спасибо. Теоретически, да, возможно. Юля, а скажите, пожалуйста, вы свой фотобанк пополняете, вы заключаете договоры с фотографами или с изданиями? Мы заключаем договоры с фотографами и с изданиями. То есть у нас, например, есть ряд СМИ, у которых мы купили их архивы, прописав в договоре, что в случае возникновения претензий они полностью отвечают за то, что эти фотографии, ну там, ими куплены, созданы, как-то где-то что-то. Ну, разные есть схемы работы. И так, и так. Ясно, спасибо. Так, ну, если вопросов нету больше, наверное, сворачиваться, да, будем постепенно. Мне кажется, так много сегодня мы про фотографии разговаривали. Все, всем спасибо. Готова ответить в каком-то личном уже контакте на вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова